Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этом видео я вам расскажу про то, что у меня сломалось в Xbox One за 5 лет. Но перед началом ролика попрошу вас поставить под этим видео лайкусик, дабы помочь ему продвинуться вверх. Спасибо! Также хочу напомнить, что в нашей группе ВКонтакте проходит сейчас масштабный розыгрыш с ценными призами. Ссылочка на розыгрыш будет либо в описании, либо в комментариях. Достаточно всего лишь подписаться на две группы, сделать репост и осталось ждать результатов. Поэтому переходите и чекайте. У нас все готово, поэтому погнали! Учитывая, что 5 лет это все-таки немаленький срок, и учитывая качество нынешних товаров и всех историй с интернета, скорее всего, с моим Xbox'ом должно было что-то произойти. Но, к счастью, с моим большим черным старичком, который у меня находится где-то с даты появления в России, практически ничего и не случилось. Он работает, как работал при покупке. Многие, смотря на данное расположение консоли, могут сказать, «Чувак, он у тебя стоит не в правильном месте, ему плохо, ему не хватает воздуха, но, ребят, нет, это все фигня». Раньше он стоял на более открытой местности, и, в принципе, сейчас он работает точно так же, как бы стоял, к примеру, вот здесь. Не, на самом деле, кажется реально, что ему здесь мало места и воздуха совсем нет. Ну, ребят, поверьте, воздуха здесь дофига, и тем более, стоять здесь 2-3 года, если бы он реально стоял не в правильном месте, ему была бы уже хана, но он работает, как работал. Кстати, единственное, что меня более-менее пугало в использовании консоли Xbox One на ранних этапах, так это его нечастые шумы, которые происходили из-за запуска какой-то крупной игры. Насчет шума, давайте запустим Gears 5 и посмотрим, как шумит Xbox. Так, ну, попытки гудения были, но это совершенно не то, что я вам хотел показать. Давайте сейчас запустим МК-11 и посмотрим. Так, это все равно не то, что я вам хотел показать, вот он должен гудеть еще сильнее. Давайте сейчас попробуем из МК-11 сразу переключить в другую игру. Вот, давай еще. Вот. Вот это уже приближено к тому, что я вам описывал. Многие меня, кстати, очень часто спрашивают о том, менял ли я термопасту, чистил ли я Xbox и так далее. Ребят, ничего такого я не делал. Я за 5 лет ни разу не менял в нем термопасту, не чистил его никаким образом, я его не разбирал. А все потому, что я не вижу в этом необходимости, поскольку консоль у меня работает точно так же, как и при покупке. Поэтому лазить внутрь я не вижу смысла. Несмотря на то, что у меня с консолью все хорошо, за 5 лет у меня все-таки кое-что сломалось. А конкретно сломались его аксессуары. Я много раз рассказывал о своих геймпадах, а конкретно о том, что у меня в большей степени почему-то ломаются стики, и их ведет в какую-то сторону. И чаще всего я просто покупаю новые, поскольку ученики я их не умею, и на момент поломки у меня всегда кончается гарантия. Также, кстати, помимо геймпадов у меня ломается вот такая вот одноухая гарнитура. Я таких покупал где-то 3 штуки. Гарнитура сама по себе рабочая, но проблема ее в том, что я слышу игроков, а они меня не слышат. Ломается данная гарнитура спустя где-то полугода, 2 года, и если она ломается, я покупаю себе новую. Многие, глядя на эту ситуацию, могут сказать, чувак, да воткни ты обычные наушники в гнездо от Xbox One и играй, зачем тебе такая гарнитура? Дело в том, что обычные наушники почему-то конфликтуют с гнездом и дают в чате большое эхо, что, собственно, очень мешает игре. Многие мне советовали купить геймерскую гарнитуру, уши, но лично такая гарнитура мне нравится больше, поскольку мне не очень удобно, когда в ушах и звук чата, и звук игры одновременно. Но лично мне удобнее слышать в одном ухе чат и на телевизоре игру. Да, это может быть бредово, но мне так больше нравится. Также за все эти 5 лет у меня сломался Kinect. Вот за него мне почему-то больше всего обидно, поскольку это один из любимейших моих аксуаров Xbox One, и он мне дарит какой-то новый экспериенс. И вообще Kinect я люблю со времен Xbox 360, потому что я люблю побегать и попрыгать. Сломался он у меня, кстати, спустя где-то пару лет, и дело в том, что он вроде как рабочий, но дело в том, что он постоянно перезагружается. Заметил я, кстати, первую проблему, вообще находясь в деревне, когда играл в FIFA, я заметил, что почему-то красные огоньки начали пропадать, но не придало этому значения, поскольку игры от Kinect шли нормально, и он прекрасно работал. Дальше со временем перезагрузки стали все чаще и чаще, и стало до такой степени, что в принципе было невозможно играть. То есть ты играешь, проходит там, например, 5-7 минут, и Kinect перезагружается, останавливая игру. Я стал находить решение проблемы, и дело в том, что нашел лишь один выход, это сделать полный сброс настроек консоли. Я помню, что я после того, как я сделал сброс настроек, я начал устраивать проект 1 месяц Shape Up, и пробовал, можно ли вообще накачаться при помощи фитнес-игры, и при помощи Kinect за 1 месяц. Этот проект был на YouTube-канале, но, к сожалению, он не особо зашел. После этого проекта Kinect практически помер окончательно, поскольку он стал перезагружаться настолько часто, что просто невозможно было играть. Там 30 секунд, и он перезагружается. 20 секунд, и он перезагружается. И дело в том, что после этого проекта я начал следить за состоянием Xbox, и вообще просто искать причину, почему он так перезагружается. И дело в том, что я обнаружил, что вот этот вот вентилятор, который находится сзади, он просто не крутится. И из-за того, что он, наверное, перенагревается, он и перезапускается. Но как-то его сейчас чинить и восстанавливать я не вижу смысла, поскольку Microsoft задела на эту технологию. Она никаким образом сейчас не используется в играх, и, по сути, если я его буду чинить, это будут просто лишние телодвижения, и тем более ненужные. Мы сейчас проверим, мало ли произойдет чудо, и он вдруг не будет сейчас перезагружаться, потому что у меня есть опыт в использовании PlayStation 2, и, мало ли, Kinect сейчас оживет. Дело в том, что он будет работать, но мне интересно, перезагрузится ли он после какого-то количества времени. Давайте его подключим и посмотрим. Тяжеловато сейчас буду подключать, поскольку я не помню, где находится разъем Xbox, а вытаскивать его в данном случае неохота. О, нифига себе. О, чтобы сенсор работал правильнее, перезапустите Xbox. Ну, давайте перезапустим, почему нет. Сейчас Kinect почему-то не горит, хотя, в принципе, он должен гореть. В любом случае, я как бы его не включал где-то, наверное, уже полтора года точно. О, он загорелся. Вот видите, да, красные огоньки? Они у вас, наверное, на камере будут фиолетовые. Точно не знаю. Но пока он работает... Кстати, давайте сейчас посмотрим на вентилятор. Мало ли он заработал. Не, 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 вентилятор, он тупо стоит. Вы вряд ли это, конечно, увидите. Но он стоит. Значит, он, скорее всего, просто отключится и перезагрузится в какой-то момент. Мне даже интересно, через сколько он все-таки отключится. Давайте. Возьму таймер, чтобы более-менее понимать. Да, он меня даже распознал в гости. Настолько он меня забыл. А я, между прочим, джембу макс. Блин, классная штука, на самом деле. Он и... У него и угол обзора хороший, и можно играть на нем, я не знаю, прямо вот почти на вытянутую руку. Вот я стою от него где-то, наверное, в полтора метра. Kinect от Xbox 360 требовал намного большего расстояния. Там даже продавалась специальная линза, которая одевается, якобы при помощи нее расстояние можно, ну, немножко укоротить за счет видения Kinect. Еще, кстати, я вам не сказал то, что он должен нагреться перед тем, как он вырубится. Поэтому, собственно, мне кажется, перенагрев это истинная проблема, почему он у меня перезапускается. Вот, знаете, это закон подлости. Когда хочешь на камеру показать, как он вырубается, он не будет вырубаться. Ровно так же, как я хотел вам показать, как шумит Xbox при запуске крупных игр. Вот это закон подлости. Просто закон подлости. Давайте я даже разверну Kinect, чтобы вот уж точно вы заметили. Вот, наверное, так вы заметите. О, 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 видели? Видели, видели? Все, видите, присоедините сенсор. Он как бы работает, но отключается. Так, сколько прошло? О, о, как он глючит. И прошло у нас где-то 15-20 минут, поскольку секундный бер он был поставлен не сразу. Ну вот вы видите, короче, как он у меня тупит. И, в принципе, он потом будет перезагружаться все чаще и чаще. Из-за этого просто будет невозможно играть. Это, кстати, был еще маленький лайфхак для тех, кто, в принципе, хотел когда-то купить там Kinect с рук. Дело в том, что у кого-то может быть точно такая же проблема, и вначале вам он может показаться совершенно рабочим. Но дело в том, что в течение какого-то времени он у вас просто отключится, поэтому прежде чем брать Kinect с рук, нужно его вот так вот проверить. В любом случае, эта технология очень крутая и намного лучше первой версии. И надеюсь, что в новом поколении все-таки Kinect восстанет из мертвых и даст от себя знать. Очень жду, что он появится в новом поколении, ребят. Очень жду. А на этом у меня все. Если понравилось видео, то ставь лайк, подписывайся на канал и пиши свои истории о том, что у тебя сломалось во время использования той или иной консоли. Большое спасибо за просмотр, друзья, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok